Человек должен развиваться только в том, больше всего, что ему интересно. Ребёнок должен развиваться не в том, что вам интересно в нём развивать, а в том, что ему интересно развиваться в чём. Ну, допустим, смотрите, например, ребёнок любит рисовать. Вы ему говорите, ну, дурак, ну какое рисование? Надо и учить менеджмент, рисование денег не даёт. Ну, не будут тебе с картин денежки сыпаться. Художники все бедные. Надо учить менеджмент, бухгалтерию, надо учиться считать деньги. Те, кто считают деньги, могут чуть-чуть ошибиться в свою сторону всегда. И денег хватает в результате жизни. Ну, вроде бы как бы всё логично. Но есть одно но, одна проблема. Понимаете, для того, чтобы считать деньги, нужны мозги. Без мозгов считать денег невозможно. Знаете, что когда человек занимается любимым делом, у него развиваются все виды деятельности ума и разума в это время. Когда человек занимается рисованием, он, поверьте мне, когда вырастет, лучше будет в том числе считать деньги. Почему? Потому что у него всё будет развито. Но когда человек делает то, что ему неинтересно больше всего, он вянет. Цветочку нужно солнце. Если у цветка нет солнца, он не будет расти дальше. Понятно, что как бы мы хотим, чтобы растения там мы как бы делаем. Вот я шёл по улице, там видел туи такие квадратные некоторые, другие круглые, третий прямоугольные там. Это всё красиво. Но если ты считаешь, что это главное в туи, что она должна быть квадратной, главное, чтобы светило солнце. Если не будет солнца, она просто повянет, и ты из неё квадратную не сделаешь. Никак. То есть нужно, чтобы было солнце. Солнце для человека — это любимое дело. Запомните. Нет любимого дела — нет солнца. Не растёт человек, не развивается. Вянет. Если ваш ребёнок не занимается любимым делом, вянет. Видите, подтверждение. Подтверждает, как может. Сейчас сзади. Есть такая наука прашна в ведах. Когда кто-то падает со стула во время лекции, или ребёнок что-то кричит, или кто-то кашляет резко, в самый важный какой-то момент — это подтверждение. Бог подтверждает так мысль. Важную мысль. Итак, важная мысль заключается в том, что ваше желание, кем должен стать ребёнок, и желание делать ребёнку что-то, чаще всего, в 90% случаев, не будет совпадать. Потому что ваше желание имеет практическую природу. Вы понимаете, как ребёнок сможет в этом мире, в этом социуме укрепиться и стать нормальным человеком. Это хорошо. Это хорошо. Но если ребёнок не будет делать то, что ему нравится, он вообще просто не вырастет как Личность. Он будет вяленьким, слабеньким. Он не сможет трудиться, у него не будет сил. Поэтому ищите, что ему нравится, и занимайте максимум свободного времени этим ребёнком. Допустим, вот крайний случай расскажу. Одна мама ко мне пришла на консультацию, говорит, у меня аж сын вообще абсолютно бездарная личность. Я говорю, а что такое? Ну, он в школе не хочет учиться. Я говорю, а чем он занимается? Да он в юношеской сборной Москвы по хоккею. Я говорю, ничего себе, потому что в сборную попал ребёнок. Москва – большой город. Как же так? Он говорит, да он целыми днями этим хоккеем занимается. Так супер. Ребёнок развивается. Неужели он в институт не поступит? Конечно, поступит. Он развивается как Личность, понимаете? Он в этом хоккее разовьётся и потом догонит во всём остальном. У меня точно так же было. Я учился на тройке-четвёрке, когда понял, что я хочу быть врачом, хочу в медицинский институт поступать. Это было в шестом классе. Я начал хорошо учиться, потому что у меня появилась цель. И все остальные предметы, которые мне не нравились, я подтянул. Я сам помню, как это произошло. Как только интерес появился к чему-то в жизни, он подтянул всё остальное. Развитие идёт таким образом. Ребёнок развивается как гора. Надо найти в горе высшую точку. Если вы нашли высшую точку, развивайте туда. Больше всего ребёнка всё остальное будет развиваться пропорционально. Насколько ему в жизни это надо. Математика вот настолько, культура вот настолько, язык вот настолько. И то, что ему больше всего нравится, вот настолько. И там же он станет специалистом. Или где-то рядом. Интерес ребёнка сначала будет не в сфере его деятельности. Надо просто с помощью интереса раскрывать разум. Допустим, у меня это происходило, потому что я был безудержным. Меня невозможно было остановить. Допустим, я захотел паять радиосхемы. Я там напаялся радиосхемы до того, что начал в эфире вещать эти новости. Ездила машина, пеленгатор ловила, кто там вещает новости. Потом начал шахматы играть. Потом самбо начал заниматься. Потом на рыбалку пошёл. Потом танцами начал заниматься. И так далее. И я всегда везде как бы всё, что не делал, я всегда всё. Мне никто не мог остановить меня в этом. Но не все дети такие. Некоторым нужно помочь делать то, что сейчас у него раскрывается. Это помогает человеку в целом раскрыть разум. Когда человеку, ребёнку находишь интерес в чём-то, это не значит, что именно он в это пойдёт. Не важно. Важно, чтобы у него был интерес в жизни. Если интерес в этом, разум становится сильнее. Потом пошёл интерес туда, разум становится ещё сильнее. Потом туда, 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 туда. И чем больше развиваешь интерес ребёнка, тем больше он осознаёт, что ему в жизни надо делать. И он сам потом скажет, чем ему надо заниматься. Когда его способность понимать себя станет максимально сильной. У меня ребята приезжают учиться моим методам. Из них только процентов 20 реально смогут там выучиться. Но мы что делаем? Мы берём и начинаем просто этих ребят развивать. То есть они духовной практикой занимаются там, служат, помогают, заботятся обо всех, учатся моим методам. И в результате этой деятельности человек раз и начинает осознавать, нет, это не моя природа, а вот это моя природа. Вот как, допустим, у меня есть Саша, который из Риги приехал, он у меня учился подбирать камни. Учился, учился подбирать камни. И у него даже это пошло в какой-то степени. Уже начал там что-то подбирать. Это он у меня сейчас учится уже около трёх лет. И где-то полтора года назад раз у него появился интерес делать компьютерные программы. Он там начал параллельно подбирать камни, начал компьютерные программы делать. Очень хорошо получается. Мы уже, ну пусть делает, ладно. И потом раз он ко мне подошёл, говорит, что-то мне подбирать камни не нравится. Буду только компьютерные программы делать. Хорошо, делай только компьютерные программы. Помогаешь, хорошо получается, делай там. Программу целую делай для всего офиса. Но я точно знал, что это не его природа это делать. Но он же сам должен до этого дойти. И потом он уже делает эти компьютерные программы, приходит, говорит, я хочу быть психологом. Я понял. Я говорю, ничего, давай делай компьютерные программы дальше, потихоньку изучай психологию. Понятно, да, система? Нужно, чтобы человек где-то развивался, постепенно он найдёт себя так, 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 раз — и пришёл. Но если интереса нет, то не будет жизни. Просто заставлять тупо что-то делать бесполезно. Человек не сможет развиваться.